Привет, YouTube! Меня зовут Арина, и я сейчас в Америке, в Нью-Йорке. Сегодня я пробую пончики Tim Hortons. Tim Hortons – это канадская пончиковая сеть. В Нью-Йорке было 4 кафе, и сейчас осталось только 2 на Манхэттене, в самом центре города. В пончиковой Tim Hortons есть пончики, есть маленькие кусочки теста, которое называется Timbits, есть еще обычное печенье, булки и напитки холодные, горячие, кофе и слаши, либо напитки с альдом, типа прокучина. Я себе взяла, попробую 3 разных пончика. Один пончик стоит 1,09$, если брать 6 или дюжину сразу, то будет дешевле, и 6 пончиков получилось. 5,79$, я попробую сейчас 3, и новый напиток у них, холодный кофе с Oreo, стоит 3,99$, самая маленькая порция. Я еще взяла знаменитые Timbits, маленькие шарики из теста, я взяла попробовать 4 разных дюса. Пончики в большой коробке. Первый пончик – это канадский клен, Canadian Maple. Это шелл, внутри должен быть наполнитель, сверху полито все кленовым сиропом. Тесто не похоже на Криспи Гриб или Данкин Донатс, тесто здесь какое-то свое особенное, и я почувствовала только кленовый сироп, и все. Начинка внутри. Начинка похожа на заварной крем. Пончик с заварным кремом, сверху политый кленовым сиропом. Следующее – это булка с яблоками, булка с корицей, приятное тесто, залитое сахарным сиропом. Яблок я пока не почувствовала, возможно, они есть где-то внутри, в середине. И последний пончик я взяла самый обычный, он так и называется – традиционный, оригинальный пончик, и, возможно, он будет похож на наши русские пончики. В обычном пончике тоже мне нравится тесто, но оно не похоже ни на русские пончики, ни на другие пончики из других пончиковых сетей. В целом, пончиками я довольна. Они интересные, вкусные, и мне очень хотелось их попробовать, и, наконец-то, этот день свершился. Дальше я попробую маленькие шарики из теста, они называются тимбиц. Первый – шоколадный, он полип сахарным сиропом. Внутри ничего нет, просто сладкий кусочек теста. Тимбиц мне дали в пакете, и там два одинаковых вот таких шарика. Один называется «День рождения», а второй – обычный. Я не знаю, какой это. Вкус обычного теста, наверное, это обычный тимбиц. И вот этот второй, он все-таки отличается. Я смотрю, здесь зеленые и красные точки, это точно тимбиц, день рождения. И от обычного он отличается тем, что он намного слаще, и внутри разноцветные точки. Пока мне все нравится. И последний с черникой. Большой, разваленный, тоже солит с сахаром. Очень сладкий, наверное, это самое сладкое, что я сегодня попробовала. Тоже мне нравится. И последний я попробую свой напиток. Я взяла холодный кофе с Oreo. Сверху посыпка из печенья, потом взбитые сливки. И печенье еще в самом напитке тоже плавает. Во вкусу насыщенный кофе, горьковатый. Мне тоже очень нравится. Сливки воздушные и очень жирные. И печенье Oreo я тоже люблю. В общем, Дим Хортенс не подвел, и я ему ставлю 4,5 из 5. Меня зовут Арина. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми увидеть следующее видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok